вот что мы делаем в дальнейшем видите для того чтобы у нас получилось две идентичных симметричных стойки точно по предыдущему шаблону я складываю сейчас я пока не приварена но точно по этому шаблону я сложил аналогичную конструкцию подсоединяем сейчас массу аккуратненько чтобы это все не нарушить ну и возможно здесь чуть-чуть там с линии не сходится но главное что у нас по шаблону две стойки будут абсолютно симметричны и сейчас приступаем сначала к соединению вот этой конструкции ну и в дальнейшем просто будем проваривать углы это уже как говорится дело техники вот ну и чтобы вы понимали что здесь происходит вот мы видим там значит две по шаблончику сделаны абсолютно идентичные стойки легким движением руки они у нас превращаются вот в две такие боковушки ну и в дальнейшем уже дело техники видите что здесь еще не проварено сейчас осталось только ее проварить уголки и приступить уже к сборке этой всей конструкции это самый сложный и самый ответственный именно момент когда приваривать вот эти две стойки чтобы они в пространстве как-то более-менее сошлись но я думаю мы вопрос тоже как-то решим так нужно отметить что сильно задрали вот эти косильщики травы вон где-то там далеко но несмотря на все это будем продолжать делать значит я решил таким вот способом чтобы у нас все сошлось будем как шаблон использовать вот эту первую клетку и точно по ней как видите здесь у нас все получилось благодаря точным размерам вот вставлены боковые стойки и мы сейчас то есть ну не мы а я я сейчас по именно вот по размерам вот как чтобы действительно подходила клетка к клетке я уже вставил их сюда и сейчас вот наверное что на месте сразу так я вот и попробую их проварить сейчас посмотрим что из этого получится вот таким техническим путем я решил сразу монтировать предыдущую клеточку использовать как каркас то есть вставили как неудивительно что резкость не давай ну в общем резкость давай вот видно что у нас даже какой-то получился даже ровно не может не получиться неровно потому что все составляющие конструкции отрезаны точно по шаблончику то есть все одинаковые и естественно если мы их с ней соединили вместе то у нас получился правильный прямоугольник то есть все чудесно клеточка в клетку уже входит замечательно ну и надеюсь замечательно и выходит то же самое сейчас делаем задней стенкой вот привариваем и в дальнейшем останется две перемычки то есть проще системы проще конструкции трудно себе даже представить ну я продолжу работу ну и в дальнейшем продемонстрирую что из этого всего получится ну вот в принципе что-то уже подытожим вот по шаблону предыдущей клетки сварили вот этот каркас то есть он замечательно входит замечательно выходит осталось здесь добавить вот эти перемычки они нужны потому что вот это будет вот здесь перемычку добавить потому что это будет пол ну естественно если здесь будет 50 птиц то они будут соответственно делать значительную нагрузку на пол ну и здесь будет вот лежать для последа короче для какашек будет вот лежать вот эта пластина ну и соответственно тоже она имеет как крышу что-то такое чтобы была надежная опора ну и конструкция будет более такой прочной вот приблизительно это по времени у меня заняло минут 45 если бы я еще не снимал видео тут я бы уже давным-давно это все дело закончил но пока отрываюсь так чтобы рассказать и показать что довольно таки все просто нет у меня особо редко там я в принципе занимаюсь вообще какой-то сваркой но это дело люблю поэтому не упущу лишний момент что-то обязательно где-то приварить ну последние штрихи сейчас уже там уже нечего будет добавлять последние штрихи вот сюда будут добавлены еще вот эти ну как я говорю стаканчики для монтажа в следующей полке сверху ну и приблизительно вот и все по этому вопросу дальше не знаю что добавить там проварка уже этих швов это дело техники еще раз скажу что варил я вот такими тонюсенькими электродами довольно хорошо с ними работать дают тонкий аккуратный шов насколько у меня он получается аккуратным ну и в принципе пока все и в дальнейшем вон там ждут сетки пока камеру отложим в сторону закончим вот эту конструкцию и приступим уже непосредственно уже к изготовлению самой клетки и вон там вот таки было вон там вот таки я